Сегодня у нас 27 февраля. Пользуясь случаем, я решила поздравить одного человека с днём рождения. Я знаю, что вы не любите моих видео и считаю, что это полная туристика. И это всё глупо, поэтому я не буду назвать вашими именами. Я скажу просто поздравляю с днём рождения 32-летнего мужчины. Хоть сейчас идёт погода дрянь, но на мою камеру падает дождь, я без бленды. Ради вас, Севера Дзебе, я решила снять все наши встречи. Я не просто их так запоминала, потому что типа я парахолка. Я не парахолка, я это планировала просто давно. Просто в прошлом году поздравила вас письмом, в этом году решила так. Просто почему-то хочется старого деда удивить, что ли. Может быть вас даже никто и не поздравлял так. А может быть и не поздравит. А может быть и поздравлял. Но мне просто так хочется. Вот. И даже то, что я, несмотря на то, что я с температурой, я решила вам показать все наши встречи. А их, кажется, у нас было их 13 или 12 с 2011 года. Итак, первая встреча произошла здесь, на набережной. Скажу честно, когда шла к вам, шла, 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 шла к вам на встречу, и стоял мужчина такого бальзаковского возраста. Хотелось просто развернуться и пойти назад. Но потом, как вы заговорили, начали рассказывать мне всякую бланду про фотоаппарат. Хотелось вас больше и больше слушать. Ну, дальше даже не просто слушать, а слышать. Вот. По идее, я хотела вам эту встречу показать особенно. Как-то по-прикольному. Просто я заболела. И почему-то у тебя день рождения выпал, блин, голимый четверг. По идее, должна быть где-то там, где этот мальчик идет, шариками с воздушными, веселыми, в хорошем настроении, без температуры и ангины. Кричать и поздравлять тебя с днем рождения. Ну, вот, идет этот конченный снег, или дождь, или снег с дождем. Я с температурой, и никого нет, я одна, и вот получается такая хрень. Блин, голимая погода в твой день рождения. Ну, короче, как-то так. Здесь была наша вторая встреча, но была самая неординарная. Это останется между нами, и все, что здесь произошло. Вот, ну, ты даже меня, опять-таки, удивил. Своя реакция на следующий день. Наверное, это мне в тебе и нравится. Вот. Несмотря на то, что я была не совсем в адекватном состоянии, ну, и так далее, и тому подобное. Но я не просто так. Мне надо было тебе кое-что сказать, но единственное, что я успела тебе сказать, это то, что ты рыба. Ну, в общем, была хорошая, в принципе, встреча, но и я тебя не помню. Здесь была наша третья встреча, после того, как ты приехал из Москвы. Мы здесь с тобой встретились в универе и пошли на сушку. Здесь была четвертая наша встреча. Тоже в моем университете. Это единственный раз, когда ты приехал первым. Ну, я, правда, опоздала на минут сорок. Здесь была наша пятая встреча, на которой ты тоже умудрился опоздать. Эта встреча была возле Дарьков, на которую ты снова отправились. Нет, я решила тебе показать самое красивое место, которое я думала, что ты не видел, но оказывается, ты о нем знал. Здесь была наша шестая встреча. Мы встретились в городе Дарьков и пошли искать новые места для потащихся. Здесь была наша шестая встреча. Здесь была наша шестая встреча. Еще осталась девятая встреча, которая произошла на Северном. Когда мы потом пошли с тобой в Дарьков. Но я сегодня уже чувствую, что туда не доеду, потому что мне уже настолько хорошо, что мне нужна теплая ванна. И все. Здесь была наша последняя летняя встреча, на которой ты так спрошил, что живет в Северном. Это, между прочим, твои слова. А вот здесь была наша одиннадцатая встреча. Она была самая лучшая для меня. Ты здесь... Я не издеваюсь. Я просто... Ну, блин, их на несуши. Здесь была одиннадцатая встреча. Она была самая лучшая. Я здесь о тебе практически ничего не узнала. И я о тебе знаю вообще практически ничего за три года. И за тринадцать встреч. Или двенадцать. За тринадцать встреч. Ну, я хотела сказать, что это была самая лучшая встреча. И я могла бы ее назвать вот так вот. Мужчина, который греет. Ну, тут просто был таким милым. Такая хорошая... Такая встреча была очень теплая. Я хотела бы, чтобы эта встреча была... Всегда у нас были с тобой такие встречи. Вот. Что я расстраиваю. Все. Давай снимаем. Снимаешь? Здесь была двенадцатая встреча. Она была самая последняя. И самая ужасная. Она была 23 ноября прошлого года. Ее с тобой так не случилось. В общем, здесь и заканчиваются все наши встречи. Куда ты меня провожаешь? На мою маршруточку. К сожалению, эти встречи заканчиваются в десять. В десять. В одиннадцать часов вечера. Хотелось бы, конечно, в девять-десять утром. На другой маршрутке. Ну, да ладно, я шучу. Хотя... Самое главное. Я забыла тебе показать свою шапку, которую мне купил какой-то левый мужик. Вот она. Не знаю, кто это. У нас она в экспедиции называлась Алиса. Но все называют ее либо Ено, либо Бурундук, либо Тушканчик. Ну, вообще, она прикольная. Мне она нравится. В общем, поздравляю еще раз старого деда с днем рождения. Желаю ему... Блин, даже не знаю, что тебе пожелать. В общем, крепко тебя обнимаем. Целую, дергаю за уши. Ваша молодая коза. Надеюсь, вы еще помните. Пока.